Уже в марте состоится сбойка железнодорожного туннеля Шкотова-Смоленинова. До конца года сооружения ведут в эксплуатацию. Это и другие планы дальневосточной железной дороги на 2024 год обсудили на встрече губернатора Приморья Олега Кожемяка и руководства компании РЖД. Мы ожидаем еще поставку трех электропоездов. Соответственно, мы по итогам этого года планируем перейти за цифру более 50% в части обновления парка современными электропоездами серии П-3Д. Совместно с РЖД была проделана работа по подготовке к реализации проекта «Легкого метро». К осени должен быть готов документ, который определит этапы и финансовую составляющую проекта, чтобы начать работу уже в 2025 году. Создание «Легкого метро», которое позволит жителям Приморского края, нашим гостям, более полнее использовать пассажирский транспорт. То есть меньше, скажем, выстаивать в пробках. Поэтому, конечно, та большая работа, которую сейчас делает РЖД, связана с подготовкой технико-экономического обоснования, ту работу, которую сделали наши специалисты, проведя глубокие исследования и запросы пассажиров на создание такого метро, позволяют нам уже сформировать план в этом году и приступить с 2025 года к его реализации, заложив денежные средства, соответственно, на наземную инфраструктуру автомобильную здесь со стороны краевого бюджета. Вы со своей стороны, значит, те вопросы расширки, конечно, уже по железнодорожным станциям, это должно включать в себя в том числе и новые вагоны, вот те, которые будут комфортны для пассажиров. Мы же со своей стороны должны обеспечить хороший проезд, транспортную доступность, автопарковки. Через несколько недель планируется торжественный запуск нового электропоезда в постоянную эксплуатацию. Напомним, президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет железнодорожную систему России ждет обновление. Диана Иванова, Новости на Восьмом.